В округе прошло торжественное мероприятие, посвященное Всемирному Дню Гуманитарной Помощи. Люберчан, который готовы оказывать помощь людям, попавшим в трудную ситуацию, приветствовал глава округа. Есть люди, на которых можно опереться, и это и молодежь. И очень приятно, что у нас в наше волонтерское движение, движение тех людей, которые оказывают гуманитарную помощь, у кого в большое сердце вливаются именно молодые ребята и девчата. Это, соответственно, и серебряные волонтеры наши, которые всегда на передовой. Люберцы никогда не были равнодушны по отношению к чужой беде, к чужому горю, к проблемам. Спасибо вам, в первую очередь, за это. Спасибо за то, что вы делаете. Акция по сбору гуманитарной помощи «Доброе дело» уже более двух лет объединяет тех, кто вносит вклад в победу. В картинной галерее чествовали волонтеров, участников спецоперации и их семьи, трудовые коллективы, которые оказывают помощь бойцам и мирным жителям. Все наши сотрудники прониклись этой задачей, понимать ближних. И у нас уже было 27 гуманитарных сборов. 27 раз наш грузовик ездил и в Белгородскую область, Луганск. Буквально в субботу ребята вернулись из Курска. Абсолютно сами все собирают. Кто деньгами, кто чем может. Формируем наш груз и вперед. Делали это, будем делать и продолжать, пока в нас нуждаются люди. Во время пандемии коронавируса и с начала СВО гуманитарной миссией присоединилась Люберецкая молодежь. Студенты медицинского колледжа, российской таможенной академии и техникума Гагарина помогают по зову сердца. Практически 90% студентов нашего техникума вовлечены в волонтерское движение, так или иначе. На регулярной основе ребята собирают гуманитарную помощь, которую мы передаем городу. И она, соответственно, доходит до своих адресатов. И сегодня вот такая беда случилась в Курской области. Действительно, вот сотрудники собрали гуманитарную помощь. Необходимые вещи, которые передали. И также они дошли до Курска. Всемирный день гуманитарной помощи учрежден Организацией Объединенных Наций в 2008 году. Его отмечают 19 августа.